Сотни игрушек. Вот только с ними больше никогда и никто не будет играть. Родители погибших никогда не услышат больше звонкий смех. Не увидят своих ангелов в белых бантах или шапочке выпускника. Сегодня каждый молится лишь об одном, чтобы невинные души, наконец, обрели покой. Стихийный мемориал возле детского сада Рябинка – горькое напоминание о страшной трагедии. Люди приносят игрушки, зажигают свечи, а вот уйти не могут. Здесь свои корни пустила неизмеримая скорбь. Она же оковала родных, близких, знакомых. Они 28 апреля проводили в последний путь самых дорогих. Сразу четыре похоронные процессии. Двое невинных детей, пожилой мужчина, воспитательница, чье сердце до последней минуты билось за любовь к своим воспитанникам. Воспитатель работала в детском саду уже 10 лет. Как мне сказали ее коллеги, она начинала работать младшим воспитателем, помощником воспитателя. Закончила колледж, стала воспитателем в этом детском саду. Очень хорошо они отзываются, и коллеги, и очень любили дети. Конечно, строила планы на то, чтобы работать, развиваться. Все планы оборвались в 36 лет. Дети и вовсе не успели их построить. Осенью родители повели бы их в первый класс. Теперь вынуждены провожать в мир иной. Отпевание провели в храме Бориса и Глеба. Он назван в честь двух невинно убиенных. По милости Божией, каждая невинная душа попадет в рай. Почему это выпало на нашу долю? Могло ли все сложиться иначе? Можно ли было миновать трагедию? Эти вопросы витают в воздухе, но сами люди молчат. Кричит душа из раненых сердца родителей. Роковой день 26 апреля. Начался как обычно. Люди пошли на работу. Но не 26-летний Руслан Ахтямов. Он отправился в лес. По доброте душевной 68-летний Александр Дронин взял стрелка с собой. Пристреливать ружье. Как рассказали соседи, он был знаком с главой семейства Ахтямовых. За отзывчивость пенсионер поплатился жизнью. А зачинщик пошел дальше. Подойти ближе к месту преступления на данный момент мы не можем. На время следственных действий оно отцеплено. Предполагается, именно это стало отправной точкой. Дальше преступник пошел вдоль частного сектора домов. По этой дороге мог идти стрелок к детскому саду Рябинка. Как мы видим, по одну сторону жилые дома. Скорее всего, их жители были в этот час на работе. По другую сторону гаражи. Мог ли вызвать мужчина, идущий среди белого дня с ружьем наперевес? Подозрение. Вопрос скорее риторический. А вот видел ли его кто-то? Почти у каждого дома сад или огород. Полевал ли кто-то свои цветы? Саженцы? Гулял? Проходил мимо? Здесь путь стрелка подошел к концу. Предполагается, он перелез через вот этот забор и проник в боковую дверь здания. Что случилось дальше, известно. Местные описывают стрелка, как замкнутого человека. Говорят, еще с пяти лет был на своей волне. Позже выбирал друзей на 3-4 года младше. Много говорят, что народ из том, где-то лежал карантин. До этого случая. Тяжелой случай. Погибают дети, которым 5-6 лет. У меня вот такая же внучка, 5 лет. Отпечаток тех роковых событий останется на много лет. Родители потеряли сон. Боятся отпускать своих детей. Боятся, что они вновь вернутся в те стены, на которых даже после уборки останется кровавый след. Чтобы не бередить раны, решено после следственных действий переорганизовать помещение. Что именно появится на месте спальни, пока неизвестно. Из вариантов – комнатный сад, живой уголок. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова